Всем привет, друзья! Многие люди сталкиваются с такой проблемой, как хруст в суставах. Но хруст в суставах не всегда означает, что у вас есть какая-то болезнь. Но как же отличить болезнь от безобидных хрустов? Многие люди сталкиваются с хрустами, когда поднимают руку, когда поворачиваются, когда занимаются спортом, в бедре хрустит, в плече и так далее. И зачастую такие звуки могут заставить человека задуматься, пойти к врачу. Впрочем, эксперты утверждают, что большинство из этих звуков безобидны, но некоторые, естественно, могут приводить к болезням. Любой даже здоровый сустав может издавать некие звуки. Это совсем не значит, что у вас есть какая-то патология. Сейчас мы разберем, как это происходит. Если звуки не сопровождаются какими-то болезненными ощущениями, то, скорее всего, они безвредны. Тревогу стоит бить, когда уже присутствуют онемения, блокады, сильные боли. Вот тогда нужно обязательно незамедлительно идти к врачу. Потому что это говорит о повреждениях в суставах, либо о повреждениях в околосуставных тканях. Щелчки хруст в суставах могут возникать после травмы. Такие травмы, как повреждения хрящами, низко, разрывы связок, вызывают такие болезненные очень ощущения и даже блокады связок суставов. Некоторые суставы страдают больше остальных. Это коленные суставы, бедренные суставы и плечевые суставы. Если у вас есть боли, то надо обязательно обращаться к врачу. В этих случаях, когда у вас хрустят и болят суставы, то обязательно незамедлительно идите к врачу. Еще одна из причин болезненных хрустящих таких эффектов в ваших суставах – это костно-хрящевые тела. Костно-хрящевое тело может появиться между вашими тканями суставов, да, после того, как вы получили какую-то травму, либо у вас какая-то была болезнь. Эти костно-хрящевые тела могут передвигаться между вашими суставами в промежутках и издавать болезненные хрусты такие. Также хруст в суставе, сопровождаемый болью, может указывать на то, что у вас есть артроз. Такой звук возникает, когда суставы трутся друг об друга. Но проблема в том, что артроз не всегда сопровождается звуком, так же, как и звук не всегда сопровождает артроз. Ну вот, это основные такие причины, почему хрустят суставы. И если они хрустят у вас безболезненно, то нету такого особенного страха паниковать, друзья, потому что если у вас нету боли, то у вас нету никакой серьезной проблемы, нет никакой патологии. Но если у вас есть боль, если это сопровождается какой-то блокадой в суставах, да, когда вы не можете, например, разогнуть, то обязательно идите к врачу, это не шутки. Итак, что же надо делать, чтобы суставы были здоровы? Во-первых, нужно заниматься фитнесом. Я не говорю сейчас о бодибилдинге, который убивает суставы в хлам, просто потом многие спортсмены меняют коленные суставы, локтевые суставы и так далее. Фитнес – это когда вы катаетесь на велосипеде, плаваете, я не знаю, бегаете. Те упражнения, которые не ломают ваши суставы и не создают огромную нагрузку на них. Также фитнес поможет избежать повышения вашего лишнего веса и предотвратит, естественно, нагрузку на ваши суставы и также на сердце. Второе – это надо правильно питаться. Естественно, рацион, который содержит много минералов, витаминов всяких, макроэлементов, микроэлементов – это все очень полезно для ваших суставов. И также кальций, магний – все, кушайте, и тогда ваши суставы будут хорошо работать. Третье – это хорошо выбирайте обувь, потому что если вы ходите на огромных каблуках, то это, естественно, стирает ваши суставы коленные, они будут хрустеть. Это ежу понятно. Если вы ходите, наоборот, на плоской подошве, то у вас разовьется плоскостопие и тоже будут хрустеть коленные суставы, потому что будет неправильно распределяться нагрузка на ваши суставы. Вообще много факторов есть, которые влияют на суставы, всех их не избежать, просто живите, как вы живете. Если у вас ничего не болит, то нету повода для паники, потому что, как утверждают ученые, а врачи это опровергают, либо наоборот как-то так, что между суставами скапливаются такие пузырьки, которые вот и дают вот этот характерный звук. Но это, конечно, оспоримо, никто этого еще не знает, потому что друг с другом все спорят на эту тему. Но если у вас не болит, это точно признак того, что у вас нету никаких проблем. Если у вас есть, конечно же, болезненные какие-то ощущения, там, возможно, залипания какие-то в суставах, тогда, естественно, уже сигнальчик, но уже на помощи. Идите к врачу тогда и что-то делайте, лечитесь. А так, всем спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, вам эта информация была хотя бы капельку полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!